Братья и сестры, слава Господу! Слава Богу за Его страдания! Слава Богу за Его жертвенность! И, братья, напоминали те последние вот эти события перед распятием Иисуса Христа, и мы видим, что Иисус продолжает учить, Иисус продолжает давать очень важное наставление, Иисус личным примером продолжает показывать учеников, как служить Богу, как любить до конца, потому что Иисус ради этого пришел. Слава Богу! И Он совершил. Помните, те одни из последних слов, которые Иисус сказал на кресте? Совершилось. Все, что необходимо было, все, что Бог поручил, все, ради чего согласился и пришел Иисус Христос, Он это исполнил. Слава Богу! Пусть Бог и нас благословит, чтобы наши последние слова, если у нас такие будут слова, да, перед нашим переходом, тоже мы могли сказать, совершилось. То, что Бог поручил, исполнил, чтобы нас ни в чем не судила совесть. И слава Господу! Иисус нам в этом очень хочет помочь, потому что, живя на этой земле, Он все это испытал, эти все трудности, все эти искушения, все это преодолел. И нам сегодня помогает, чтобы это все перейти. И слава Господу! Мы с вами будем вспоминать воскресение, будем вспоминать воскресение Иисуса Христа. Это та победа, которая совершилась. И теперь все, что говорил Иисус, оно действительно для людей. И теперь людей ожидает Царствие Божие. Слава Господу! Потому что Бог воскресил его из мертвых. И мы с вами уже подходим к завершению послания к евреям. Одно из таких очень сильных посланий, таких наставлений и утешений. И я кратенько напомню, и мы продолжим, посмотрим еще вот эти в конце, такие необходимые наставления для вас, для нас. Давайте еще мы посмотрим с 20 стиха 13 главы. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь!» И мы в прошлый раз обращали внимание на те добрые дела, которые Господь нам поручает исполнить, потому что то преобразование нашей внутренности, которое произошло, вот, а перемена, те законы, которые Бог вкладывает в наше сердце, меняет наш разум, и это должно, это отражается, это видимо. И с самого начала, когда Иисус учил учеников, Он говорил, «Так да видят люди ваши добрые дела и прославляют Отца вашего Небесного». Говорил Он это о свете, о том, что христиане призваны быть светом, призваны быть солью, вот, отличаться от людей этого мира, несмотря на обстоятельства, продолжать светить, вот, и для этого, для этого Бог над нами трудится. И хотя наставника не было, у них, напоминаю, было Слово Божие, у них было вот это послание к евреям, это были даны необходимые наставления, укрепления в вере об Иисусе Христе, о том, что все обетования, которые даны в Ветхом Завете, они касаются Иисуса Христа, спасения, ну, мы, даст Бог, сегодня, может быть, в конце это повторим еще раз, вот, как бы, в общем, посмотрим, вот, и вот эти наставления должны вычитать, должны соблюдать то, что мы читали в 13 главе послания к евреям, то любовь, вот, жертвенность, общительность, которая так необходима, и если вы будете это делать, то Господь будет благословлять. И поэтому, хотя нету с ними наставника, но у них есть Слово Божие, у них есть это послание, и Он говорит, что Сам же Бог мира будет над вами продолжать свою работу. Бог не оставляет, и мы вспоминали место из Писания в деяниях, когда апостол уже собрал из Ефеса в Мелитии, собрал людей и сказал, «Предаю вас благодати Божией, которая может больше и больше наставлять вас». Апостол Павел, какой бы он ни был совершенный, он понимал свою ограниченность в сравнении с Богом, и поэтому Бог, Бог над нами трудится, Бог над нами трудится, благословляет, только мы должны Ему в этом, ну, учил, помогать, вот, делать то, что Он сказал, те элементарные вещи, искать лица Господа, и тогда Господь все больше и больше будет делать. Тут мы видим, в чем Его работа заключается, да, делает вас совершенными во всяком добром деле, усовершает нас, чтобы, делая добрые дела, эти добрые дела соответствовали воле Божией. Потому что здесь, на этой земле, Бог совершает свою работу. Это Его дело. Он послал для этого Своего Сына Иисуса Христа, Который научил людей, как нужно спасать, что нужно говорить, в чем, в ком нуждаться. И поэтому, помните, даже для этой цели Он дал Святого Духа. Это третья Личность Божества. Сам Бог поселяется в сердцах людей. Для чего? Совершать и наше спасение, и совершать спасение других. И поэтому вопрос спасения, он очень важен перед Богом. И мы должны понимать, что Бог лучше знает, как мы должны делать доброе дело. И поэтому над нами трудится, совершенствует нас, чтобы мы понимали, как и что и когда. Вот. И, во всяком деле, к исполнению воли Его. Мы должны, ну, представьте себе, что над каждым из вас трудится Господь. Вы верите в это? И трудился Господь. Обстоятельства в жизни, я помню даже с самого детства, да, такие моменты я вспоминаю, и я видел в этом волю Божию. Бог подводил меня к тому пониманию, и только где-то в 23 года я уже это осознал. И я призвал Иисуса Христа уже по-настоящему. Но до этого времени я видел в моей жизни те обстоятельства, это устроение. Бог в моей жизни действовал. Бог в моей жизни действовал. И поэтому Бог знает лучше, как приводить. Я уже приводил несколько раз этот пример. Еще раз проведу в нашей, ну, в прежней молодежи. У нас там была одна проблема. Ну, было и... Ну, постоянно там происходило одно зло, и мы не знали, кто это делает, что это... И были подозрения, но конкретно ничего не могли уловить человека. И потом... У меня такое уже... Я уже ехал сюда на молодежное служение. Было желание поговорить с этим человеком. Ну, конкретно уже ставить его перед фактом, напрямую задавать вопрос, ты ли это делаешь? Вот. И уже готовый, подъезжаю сюда как раз к собранию, и тут чувствую, знаете, Бог в сердце говорит, а ты знаешь, сколько я над этой душой трудился, сколько я времени провожу над ней, тружусь над этой душей, сколько времени нужно было, чтобы привести эту душу в церковь. И я вот тогда доехал, и я понял, насколько нам нужно быть осторожными, насколько нужен будет совет Божий в работе с людьми. Я уже когда приехал, я передумал что-либо говорить, просто молился. Вот. До сегодняшнего дня мы не знаем, что это было, но тем не менее, я тогда почувствовал этот совет Божий. Но я для себя понял, насколько нужно быть осторожными с людьми. И это воля Божия. И нам, как детям Божьим, вводимые Духом Божьим, надо быть очень внимательными. И поэтому тут она пишет, что Бог над нами трудится, усовершенствует нас во всяком добром деле. Цель – исполнить волю Божию. Да? И мы видим даже, мы повторяли, несколько раз еще раз повторю, Иисус Христос, какой бы Он ни был знатный, Он был Сын Божий, какую бы Он славу ни имел, как бы Ему не поклонялись ангелы там на небесах. Он был Творец, участник вот этого всего. Он был Господин, но мы видим, как Он вел себя. Да будет воля Твоя. Это наставление для нас с вами, братья и сестры. Воля Божия, она благая, она угодная, и она ведет к совершенству. И поэтому тут, мы в прошлый раз напоминали о тех добрых делах, вот, которые Иисус говорил, и сам Он так себя вел в отношении с людьми. И мы помните, особенно в Евангелии от Матфея, вот эта Нагорная проповедь, сколько там мы перечисляли вот этот признак, вот эти добрые дела, что нужно было делать христианину, как себя вести. И таким образом, поступая, любя, прощая, когда мы воздействуем на умы, на сердца этих людей. А Бог со своей стороны работает через нас с вами, потому что Он выбрал нас, как вот эти сосуды, через которые Бог трудится. Слава Господу. И поэтому вот эта мысль должна у нас постоянно присутствовать. Божья воля. Да будет Божия воля. Слава Господу. И тут я, когда готовился, то такое место вспомнилось, оно так пришло на сердце, я хотел бы на нем остановиться. Это в послании к Галатам апостол Павел пишет, дает вот такие наставления христианам, вот, завершая свое прекрасное послание, утверждая о Христе. Вот, и он пишет вот так, 9 глава, 6 глава, 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а более всего своим по вере». И я вот хотел остановиться, немного поразмышлять. «Делая добро, да не унываем». Очень часто, ну, делаешь кому-то добро, и реакции нету. Ты ожидаешь каких-то последствий, может быть, благодарности, может быть, что человек переменится, или человек там, ну, даже, или спасибо скажет, да, а вот этого не происходит, не происходит той перемены. И поэтому у людей часто, ну, знаете, вот такое уныние приходит, разочарование. А зачем я это все делаю? Несет ли оно какую-то пользу? Вот. Я вот это размышлял, и вспомнил один такой пример, вот, и, ну, мне понравился, как параллельный. Там, может быть, не столько добрые дела, сколько постоянство. И помните, написано в послании к римлянам, очень интересно написано, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Знаете, у кого они ищут? Славы у кого ищут? У Господа. Да, вот постоянством в добром деле они ищут, что Господь будет действовать, что Господне имя будет прославлено. И вот это, поэтому, постоянство в добром деле имеет очень большое значение, чтобы мы постоянно делали, и при этом не унывали, не разочаровывались, не переставали делать, потому что мы видим, никакого нет результата. И вот я такой пример вспомнил. Помните Стефана? Стефана, который был один из дьяканов, исполненный Святого Духа, и в шестой главе книги Деяний говорится о том, что вот с 8 стиха Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Бог через него очень сильно действовал. Некоторые из так называемых синагоги либертийцев, и киренийцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостать мудрости и духу, которым он говорил. Да, вот они начали спорить об Иисусе Христе, доказывать, но через Него действует благодать. Через Него, Он стоит в вере, Он исполненный силой. И вот они ничего не могут сделать. И смотрите, на что они идут. То же самое и с Иисусом поступили. Тогда научили они некоторых сказать. Мы слышали, как Он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напавшие схватили Его, и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие, и на закон. Ибо мы слышали, как Он говорил, что Иисус на заре разрушит место этой перемене табычи, которое передал нам Моисей. И вот находят лжесвидетелей, которые свидетельствуют против Стефана. Но по-другому враг же не умеет. У него нет аргументов. Потому что, когда мы с Господом, враг ничего не может сказать. Но они находят лжесвидетелей. То же самое, как против Иисуса находят. И вот дальше вы помните, да? И тут написано, все слышавшие, все Недрионы, смотря на Него, видели лицо Его, как лицо Ангела. И помните, Он там начал говорить. Люди потом начали исполняться ярости. Вот. И как заканчивается тут, как заканчивается тут, и слушая это, 54 стих, они рвались сердцами своими, скрежетали на Него зубами своими. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего в одесной Бога, и сказал, я вижу небеса отверсты. И тут, 58 стих, обратите внимание, и выведшие за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды в ног юноши именем Савла. Вы помните вот это событие, когда это происходило, и при этом присутствовал один юноша. И вот, я говорю, может быть, как-то тут не столько добрых дел касается, но вот именно вот это слово постоянство. Постоянство. И кажется, что вот результата никакого нету. Результата нету вот этой праведности Стефана, исполненной Святого Духа. Да, ну, люди продолжают рвать, ну, такое, рваться сердцем, все, и побивают камнями. Обратите внимание, кто побил камнями? Вы знаете, кто побил камнями? Кто первый бросал камни? По закону. Если кто-то хулит Бога в Ветхом Завете, и человек этот слышит, то он должен быть первый. И поэтому, смотрите, свидетели, лжесвидетели, которые наговаривали на Стефана, теперь в их обязанность входило побить Стефана камнями. И поэтому они положили свои одежды, поснимали одежды. У ног Павла Павел стоит, одобряет убиение, они побивают его камнями. Но проходит время, мы не знаем, сколько времени прошло. И вы помните, 20 деяния, 20 глава, мы говорим о постоянстве. 22 глава Павел свидетельствует, рассказывает о своей жизни и вспоминает вот этот случай. Вот этот случай, когда он видел Стефана, которого побивали камнями. Он просто так не прошел даром. И вот, смотрите, 22 глава, давайте с 19 стиха. Я сказал, это когда Иисус встречает Павла, еще тогда Савла встречает его, призывает на служение, говорит, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и был в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, обратите внимание, как он его дальше называет, свидетеля Твоего. Я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды, побивавших его. Павел был свидетелем, вернее, он видел это все, он видел все, что происходит. И как он называет Стефана? Свидетелем Иисуса Христа. Смотрите, какая параллель, да, там лже-свидетели, и вот они, он стережет вот этих свидетелей. Но присутствует еще один свидетель, но свидетель Иисуса Христа. И в чем вообще вот, ну, как бы я думаю, Господи, как зацепиться за вот это слово? Свидетель. А он остается свидетелем до конца. Он продолжает свидетельствовать об Иисусе Христе. Угроза смерти. Он умирает, его побивают, там, ну, скрижут зубами, но он остается постоянным. И я лично думаю, смотря на это место из Писания, это произвело на Павла свое впечатление. Потому что, говорит, я стоял там, я там видел, как побивали твоего свидетеля. И поэтому я, как бы для себя, сделал такой вывод, нам не нужно унывать. Нам не нужно унывать делать добро. Нам не нужно унывать продолжать оставаться христианами, хотя окружающие люди, да, ну, не меняются. Может быть, друзья наши там, с кем мы имеем общение, кому свидетельствуем, никакой перемены не происходит. Но Бог нам не дал видеть того, что происходит внутри человека. Слово Божие, оно очень сильное. Вот это, когда мы стоим за Христа, когда мы постоянны во Христе, в Его Слове, да, оно имеет очень великую силу. И вот это семя, я верю, оно поселилось и в сердце Павла. И вот он запомнил его, как свидетеля Иисуса Христа, который продолжал рассказывать об Иисусе Христе. И поэтому я хотел бы еще, как бы такой, еще раз напомнить этот вывод. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Бог призвал нас к этим добрым делам. Мы должны продолжать это делать, несмотря ни на что. Как бы ни были обстоятельства, продолжать делать доброе дело, нуждаться в Господе, как это делать. Потому что в мире, да, мы видим, в мире у него свои добрые дела. В мире свои есть советы, и часто эти советы не соответствуют Слову Господа. Но мы читали, что доброе дело должно соответствовать воле Божией. Должна действовать вот эта воля Божия. И тогда это будет максимальное действие, максимальный эффект. Но как бы ни происходило, что бы ни происходило, нету результата. Не останавливаться, не унывать, но продолжать делать дело. К славу Господу! И дальше мы переходим, мы уже об этом напоминали, вот, в прошлый раз, и в связи с вот этой пропагандой, как я назвал, вот этими лжесвидетелями, обратите внимание, что они произвели в народе. Они возбудили и начальников, и служителей возбудили, вот эти лжесвидетели, да, какие-то там синагоги вот этих, ну, иудеи пришли, научили кого-то, и те начали молву распространять, что этот Иисус разрушит, вообще Моисея хочет убрать, вот эти все обычаи разрушает, вот, и Стефан о нем учит, и смотрите, что это происходит. Насколько нужно быть осторожным сегодня. Вот я буквально вот сегодня готовился, ну, и просто так в интернете задал один вопрос по поводу там посланий, какие послания написаны апостолом Павла в тюрьме. И нашел интересную такую статью, думаю, дай, думаю, прочитаем, как бы исторический такой обзор. Начал читать, и мне настолько стало плохо. Думаю, Господи, какая информация плохая. Там такие, знаете, какие-то толкования такие, ну, что это уже не Павел написал, это уже кто-то другой, там, это какие-то лжи... Ой. Я как посмотрел, думаю, Господи, сколько всего! Насколько нам нужно быть сегодня осторожным? Я в прошлый раз и говорил, слава Богу за Слово Божие. Надо ценить это Слово Божие. И проповедники – это хорошо. То, что мы читаем, разъясняем – это хорошо. Но самое главное – это понимание Слова Божьего. Мы имеем Дух Святой, имеем Слово Божие, нужно это ценить. И поэтому здесь он говорит 22 стихом, мы уже прошлый раз говорили, я еще раз напомню, прошу вас, братья, это мы уже переходим к посланию к евреям, прошу вас, братья, примите это Слово увещевание. Это не просто Слово увещевание, не просто назидание. На самом деле, это Слово означает, первое самое значение – это утешение. Для вот этих людей, для евреев, мы не знаем географически, где находились эти люди, потому что дальше тут итальянские передают привет этой церкви, этой группе церкви, или этим людям. Но представьте себе, какая была атмосфера. Мы не знаем, сколько времени прошло. Скорее всего, это писал апостол Павел, потому что там есть признаки, особенно в конце, он говорит о Тимофее, говорит, интересно, что благодать Божия с вами, это со всеми вами, это признаки того, что апостол Павел писал. Ну, атмосфера была очень тяжелая в то время. Сильно было противостояние Христу. Сильно было противостояние апостолам. Всячески пытались, пытались дискредитировать апостолов. И вы помните, еще такая лжеинформация гуляла очень сильно, она пронеслась до того дня, когда Матфей писал Евангелие, записывал вот эти события. Помните, да, как первосвященники, священники дали очень много денег воинам, чтобы те что сказали? Что мы ночью спали, ученики пришли и украли. И это слово написано, пронеслось. И вот представьте себе вот эта атмосфера, лжесвидетельства, наговоры на Христа, на церковь идут наговоры, всякие злословия. И вот тут приходит вот это письмо. И это письмо, ну, прежде всего, не только увещевание, оно письмо утешения, что я верую во Христа. Теперь подвергаются мнения евдеи, что это не по Ветхому Завету. А смотрите, сколько в послании к евреям дано ссылок на Ветхий Завет. Ну, даст Бог, мы сегодня еще просмотрим, уже в конце. Вот. И насколько вот это слово, оно было для них утешением. Поэтому, братья и сестры, если мы хотим получить утешение, у нас есть Бог утешения, и у нас еще есть слово, как там, утешаясь из Писаний, укрепляем нашу надежду. Ну, это где-то в послании к римлянам написано. Поэтому хотим получить утешение, читаем, читаем именно Писание. И, ну, просто помню, один брат, он хорошо засвидетельствовал, говорит, когда мне плохо, когда мне сильно тяжело, мы иногда думаем, что, ну, я, наверное, хуже всех сейчас переношу, мне очень тяжело. Но я, говорит, знаю, что это не так. И я обращаюсь к Библии, да, и особенно к книге Иова, да, что этот человек пережил на своей жизни, насколько доверялся Господу, как один за одним, вот, лукавый посылает вот эти испытания. Вы помните, да, что и весь покрылся он, как он бедный переживал, и как друзья на него начали давить. Сначала, и с самого начала, с первых стихов мы читаем, когда они начали говорить, уже намеками, намеками, что это ты виноват, что это, скорее всего, ты не соблюдал Слово Божие. Ну, так, знаете, такими намеками. Ты, говорит, Бога поищи, Бога поищи, взыщи Бога, Бог, если что, простит тебя. Вот, а потом уже в конце, уже ничего не стыдясь, и напрямую. Да, действительно, ты обманывал, ты забирал последнее, вот это тебе и наказание. И вот поэтому, когда читаешь эту книгу, да, ты утешаешься, что тебе не так плохо, как тому человеку. Но самое главное, в чем суть утешения, что Бог его не оставил. Хотя он не слышал Бога, не видел его поддержку. Но дальше мы видим, так как Яков говорит, вы слышали о терпении Иова. Вот это действительно слово терпение, такими заглавными буквами надо написать. Терпение, в чем суть, продолжал отстаивать свою веру, свою невиновность перед Богом. И Бог действительно оценил это и благословил его. И поэтому для нас есть Писание, как утешение. Утешение. Хотим укрепиться в вере. Писание. Хотим утешаться. Читаем Писание. И Господь будет открывать, показывать различные события, то, что со Христом происходило, то, что с апостолами. И просто читаем медленно, вдуваем, представляем себе, что же было на самом деле. Вы знаете, это настолько интересно. И тогда и в сердце поселяется надежда, что Господь не оставит, что то, что действительно Иисус, это Иисус Сын Божий, в этом появляется еще больше уверенность. И прочтя вот это послание к евреям, внимательно прочтя, людям, которые знали Ветхий Завет, вы знаете, насколько это подкрепление в вере и насколько это большое утешение, что я не зря принял решение, приняв Мессию, последовав за Господом. Слава Богу! Я просто вспоминаю самого себя, как мне вначале было тяжело. Я очень боялся ошибиться в выборе Иисуса Христа. И поэтому испытывал и то, и задавал Богу вопросы, и так, и так. И вы знаете, Бог меня терпел. Те такие, ну, как ребенок. Говорю, Господи, а вот так, а вот так. И Бог отвечал на понятном для меня уровне. И пришло время, да, и я убедился, что Иисус Христос есть Господь. Но на этом же не остановилось. Продолжается, как мы сегодня, испытания продолжаются, как уже брат Руслан говорил, да, когда просишь, а что-то не получаешь, и тут сомнения какие-то приходят. И вот тут нужно утешение, что были такие люди, переживали это такие люди. Даже побиваемы были камнями, убиваемы были, распиливаемы, но они продолжали оставаться свидетелями. И для нас это большое-большое будет утешение. Слава Господу! Поэтому когда-то Петр сказал во втором послании, имеем все потребное для жизни физической и для благочестия, о том, чтобы наша жизнь, она через нашу жизнь прославлялся Бог, чтобы через нашу жизнь Бог чтился правильно. Поэтому все Бог необходимое дал. Поэтому написано, прошу вас, братья, примите это слово, увещание, утешение, я же немного и написал вам. И дальше он переходит. Знаете, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с Ним, если Он скоро придет, увижу вас. И тут, конечно, у меня возник вопрос, ну, я понимал, но как бы для размышления, вот, вы помните, какая была реакция мира на Иисуса Христа? Иисус говорит, возненавидели меня, потому что я свидетельствую, что дела его были злые. Мир, как бы, люди принимали, но не всегда принимали. Некоторые искали там, как вот мы читали, вспоминали там сегодня, да, ищем какое-то благо для себя, искали. Вот, вы ищите меня не потому, что видели чудеса, не потому, что я Мессия, а потому, что хлеб ели и насытились. Вы ищите меня, потому, что хотите, чтобы материальное положение у вас было стабильное, вот, а не потому, что я Мессия, потому, что чудеса говорили мне, что я от Бога пришел со Словом. Вот, и поэтому реакция мира действительно была такая, ненависть. И вы вспомните, Иисуса Христа заключали, вспомните, сколько апостол, даже в Деянии мы читаем, апостол Павел оказывался в узах, в тюрьме оказывался. Помните, как они с Павлом и Силой были в тюрьме закованы, как Петр был закованный, но был освобожден. И вот представьте, я говорю, Господи, ну тюрьма – это вообще место очень серьезное. Я, ну, по своей работе уже рассказывал, так как я переводчик, то приезжал один брат из Франции и еще один брат, вот, и меня приглашали, вот, и мы посещали эту тюрьму, то я пока туда прошел эти все контроли, то уже, ну, знаете, так жутковато, тяжело. И я помню, как только вошел, ну, трудно, один брат, который сидел в этой тюрьме, он так меня говорит, Вадим, не переживай, говорит, я с тобой. Не переживай, все будет хорошо. И мы там начали, я познакомился с церковью, все, а потом, когда мы уже пошли на евангелизацию, я вышел туда, вот, в этот двор, и собрались эти люди, эти заключенные, знаете, ну, такая, ну, тяжелая очень атмосфера. Тяжелая атмосфера. И я нуждался перед Богом, я всегда говорю, Господи, дай мне силы правильно перевести, мудро, и я нуждался, потому что на меня сильно давила вот эта атмосфера. И вижу там сзади сидят, ну, такие, как бы, обиженные, такие, ну, которых, ну, унижают там. Смотрю на их лица, и так тяжело, думаю, Господи, как тут тяжело, какая тут атмосфера. Но, тем не менее, когда-то апостол Павел хорошо сказал, для Слова Божия нет уз. И Слово Божие проповедано было. Я, когда свидетельствовал, ну, я переводил, то вижу, люди начали улыбаться и молились, и там хорошая церковь была. Я не знаю, как сегодня, но это, Запорожская область беленькая. Это зона строгого режима. Я два раза туда, уже второй раз, когда пошел, то уже, ну, мне легче было, потому что я уже христиан хорошо знал там, верующих. Вот. Но сама атмосфера в тюрьме, она очень тяжелая. И вот Бог допускает, чтобы апостол Павел, как мы видим, Тимофей, да, они находились в этой тюрьме. И вы, ну, я же думаю, вы понимаете, для чего? Для того, чтобы быть светом, для того, чтобы светить, для того, чтобы вот эти люди услышали Евангелие. И помните, один из спасенных людей, через апостола Павла один спасся. Помните, как его звали? Анисим, да? Анисим. Помните, да? Это послание к Филимону. Это раб, который сбежал от Филимона, его посадили в тюрьму, и он сидел вместе с Павлом, и Павел его приобретает для Господа. И потом приходит время, Анисим освобождает, и он пишет письмо Филимону, «Прими его, как мою душу, потому что он был некогда негоден, как и ты. Но нашел я его, ну, Господь его призвал». И вот с этим письмом, знаете, он уже шел, говорит, «Прими его не как уже раба, а прими как брата его, как друга прими». И поэтому мы видим, если Бог что-то допускал, как апостолы были в тюрьме, то в этом была воля Божия. Это было для свидетельства. Помните, даже как апостола Павла везли на корабле, помните, да, вот, как он советовал не плыть, потому что пост уже прошел, там должна была быть буря какая-то, он предупредил. И помните, как он себя повел, когда все испугались, не знали, что делать, он ободрился, он там хлеб преломил, помните, да, вот, и уже о нем свидетельство идет. Потом, когда они спустились, помните, в это время его змея, ехидно там ужалил, или повисло на его руке, ну, скорее всего, так повисло его, он ее сбросил, все ожидают, что умер, а ничего не происходит, и уже молва о нем идет. И потом там один, кто-то, один из, губернаторов, кто-то там заболел, и, ну, публий, помните, он приходит, и, а? Да, отец губернатор. Вот, и мы видим, как, как Бог действует. И поэтому, действительно, когда ты с Господом, то Господь благословляет. Возьмите того же Иосифа, через что он проходил. И тем не менее, очень мне нравится про Иосифа. Перечисляется все, потом, и Господь был с Иосифом, и Господь был с Иосифом, Господь был, то же самое Господь был и с Павлом. Но еще один такой важный момент я, но обратил внимание, я думаю, что вы это понимаете. Оказывается, Павел не просто сидел в тюрьме. Да, церкви не получали того назидания, того живого свидетельства, потому что Павел, действительно, был апостолом, через него Бог сильно действовал, но в это время действовала другая, вернее, через время действовала благодать Божия. Бог продолжал их наставлять. Через других учеников, один из них, это был Аполлос, который тоже действовал благодатью. И что интересно, что Бог делал через... Что Павел там делал? Павел писал послание. Я вот так вот до себя отметил, известно из Писания, когда читаешь, Павел написал это послание к Ефесянам, послание к филиппийцам, послание к Колоссянам, второе послание Тимофея, это все было написано апостолом Павлом в тюрьме. Это своего рода, знаете, была такая остановка, потому что нагрузка на Павла была очень большой. И вот мы так с братьями общаемся, что если бы на то время у апостола Павла был мобильный телефон, я не знаю, он смог бы все это много, все столько сделать, люди бы отвлекали бы, по всем бы вопросам. А он и писал, говорит, я постоянно в трудах. Помните, да, там забота о всех церквях. Но по каким-то причинам, может быть, одна из этих причин, чтобы как-то так успокоиться, собраться с мыслями, вот, и посвидетельствовать, и написать. Ну, хотя послание, это письма короткие, да, там можно за день написать, но тем не менее мы имеем вот эти послания. А обратите внимание, где была написана книга Откровения. Знаете, где она была написана? Она была написана тоже во время заключения апостола Иоанна на острове Патмос, на том одиноком острове. И там он видит видение, да, он видит Господа. Вот, это тоже интересно для размышления. И обратите внимание, какая сильная книга написана в узах, написана в заключении. И поэтому, если Бог что-то допускает, то Бог допускает с какой-то целью. Есть какая-то, ну, воля Божия. И люди спасаются, и апостолы, ну, будем так говорить, отдыхают, ну, собираются с мыслями и продолжают оттуда и молиться, и посылают вот эти письма. А если бы он был постоянно занят, представьте себе, и не написал бы ни одного письма. Ну, мы сегодня бы имели бы Евангелие. А вот еще, представьте себе, мы имеем послание апостола Павла, Петра, вот, Иоанна, вот, Иакова, Иуды. Вот, насколько они сегодня нам больше раскрывают, укрепляют нас в вере. Слава Господу! Поэтому все, что происходит, все происходит по воле Божией. И дальше уже 24 стих написано так, «Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых, приветствуют вас итальянские». Ну, еще такая, знаете, еще третья тема, интересная, я понимаю, что мы все устали, это приветствие. Это приветствие, и мы призваны с вами приветствовать друг другу. Ну, я думаю, что вы задумывались вообще значение слова «приветствие», зачем оно необходимо. «И приветствуют вас итальянские». Ну, что бы для вас это дало? Какая, ну, произвело бы оно у вас какое-то, ну, хорошее что-то? Значит, где-то там в Италии, далеко это близко, мы географически не знаем, где находились люди, есть верующие. Да? Другими словами, мы не забыты, нас помнят, дальше. Нас много, мы не одни вот в этих всех испытаниях. И оказывается, вот, допустим, да, вот, когда в воскресенье тот передает привет, тот передает привет, мы уже к этому привыкаем, но это говорит, знаете, что христиане, они везде, и в Америке, там, и в Бразилии, кругом Господь, Он действует. И вот само слово «приветствие» – это желать добра, это желать радости, это своего рода передать благословение от Господа. Или вот я очень люблю, часто я когда пишу, особенно иностранцами, всегда заканчиваю с Богом, да, это тоже своего рода как приветствие, что будьте с Господом, пусть Господь будет с вами. И поэтому вот это слово «приветствие», оно означает, как бы, ну, общительность, оно означает, что мы желаем вам радости, вот, и что вы не одни. И поэтому вот это очень важно, и когда мы приветствуем друг друга, мы эти самые передаем, оно подразумевает благословение. И вот даже в Ветхом Завете такое было, ну, такие, радуйся, там, радуйтесь. Но я еще обратил внимание на как лукавый сегодня действительно уродует людей, как лукавый, ну, он источник зла, и по-настоящему как он все искажает. И вот слово «приветствие», как он его исказил, вы помните в отношении Иисуса Христа, когда Иисус Христос уже был, ну, уже в воинов, и там написано «они приветствовали Его, они преклонялись, перед Ним». Другими словами говорили «радуйся, царь Иудейский». И что в это время? И били его, да? Вот обратите внимание до какой степени человек может опуститься. Ну, да, он, ну, пусть он будет преступник, но ты же не унижай его до такой степени. Но, тем не менее, никакой морали. Сатана, когда опустошает человека, если человек не останавливается, а лукавый продолжает работать, он доходит до крайней степени. И знаете, в чем это проявилось? В ком это проявилось? Это проявилось в Иуде. Помните, до чего он дошел? Он тоже его приветствовал. Радуйся, учитель, да? Мало того, он еще поприветствовал его целованием. Это вот это, ну, как бы, открытость, что я настолько к тебе расположен, ты для меня настолько дорог, я настолько рад тебя видеть. Это ж, это ж Восток. И вот до какой степени лукавый искажает образ человека. И что происходит? Иисус говорит, целованием ли предаешь сына человеческого? В другом месте он говорит, друг, для чего ты пришел? Братья и сестры, поэтому вот это приветствие, оно имеет очень большое значение. Особенно тогда, когда церкви еще было немного, когда были сильнейшие гонения, и получить какую-то весточку с другого места, что церковь тебя приветствует, италийские приветствуют. Вы знаете, насколько это приятно, что есть, я не одинок, что есть люди, которые желают мне добра. И если даже я там буду, то меня там примут. Там есть свои, там есть родные. А представьте себе, ты, когда один в чужом городе, никого не знаешь, как это тяжело. И вот Андрей Порфирович свидетельствовал, когда вот он тоже сидел вот в вузах, и когда передачи ему приходили, там сестра Белыха, я забыл, как ее зовут, это жена Виктора Белыха, потом она стала его женой, я забыл, как ее имя, как он от нее получил весточку, как он там подарочки небольшие, говорит, как для меня это было большим подкреплением. Вот поэтому на то время слово приветствовать, да, это значит что-то такое особенное, это благословение, это привет от Господа. Вот, ну и также приветствие еще означало какая-то материальная помощь. Помните, в послании Киана написано, что те, кто не несет вам сего учения, не соответствует Иисусом Христа, написано, тех не приветствуйте, не принимайте и не приветствуйте, имеется в виду, даже, ну, не желайте им благословения и материально даже таких людей не поддерживайте, потому что они несут ложное Евангелие. Но что еще интересует, это каждая отдельная тема очень интересная для размышления. Помните, что любили фарисеи, они любили приветствие в народных собраниях, в синагогах, чтобы люди приветствовали их учитель, учитель, да, и они это очень-очень любили, вот эту честь именно в публичных местах. Ну, это как бы такие размышления, поэтому приветствие, оно имеет очень большое значение. Поэтому пусть Бог благословит, и видим, как почти каждое послание апостола Павла, вот, оно заканчивается приветством. Я вот сегодня даже обратил внимание, 16 глава римлянам, и вот он индивидуально той передай привет, она верно трудилась Господу, того приветствуй, того приветствуй, того приветствуй. И я думаю, для тех людей апостол Павел был не чужим, и для них прочитать вот это письмо, автор когда получил римлянам, да, и они говорили, тебе апостол Павел передает привет. Ну, приятно это этому человеку? Конечно, да, что помнит, да, это же не просто, это же муж Божий, это же апостол Божий, понятно, что мы ходим перед Господом, но вот эта человеческая поддержка, она действительно очень-очень нужна. Я помню, в самом начале вот я когда стал переводчиком, я сильно волновался и переживал, и для меня были такие, знаете, ободрения, когда приходили, ну, мы ездили по селам, слава Господу, вы так гарно перекладаете, вот, и для меня это не то, что, ого, какой я хороший, нет, я понимал, что, Господи, я исполняю Твою волю, я нахожусь на своем месте, и поэтому я вам советую, да, особенно, когда молодые братья проповедуют, ну, если будет такая возможность, то вы ободряете их, или кто там, ну, это не для того, чтобы человек, ну, похвалить, чтобы он тут возгордился, нет, ну, нужно вот это ободрение, и вот апостол Павел это делает, передай привет трудящейся в Господе, передайте привет верному в Господе, вот, почитайте, 16 глава с 5 стиха римлянам, и почти до самого конца он столько перечисляет вот этих приветствий, это очень большое ободрение для нас с вами, и, ну, тут уже все, да, приветствуют вас итальйские, благодать со всеми нами, слава Господу, благодать со всеми нами, благодать через Иисуса Христа, вот эта благодать, она действует через веру в Иисуса Христа, потому что благодаря Иисусу Христу мы с вами получаем спасение, вот, и я в конце, я понимаю, что мы уже все устали, но чтобы уже не возвращаться, я кратенько буквально напомню такие основные мысли из послания к евреям, это очень насыщенное послание, ну, такие маленькие, такие моменты, если вы помните, как оно начинается, да, что Бог в последние дни, Бог многократно, многообразно говоривший издревле в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, что Иисус Христос это не самозванец, Он был послан Богом, и поэтому Бог через Него в последние дни говорил нам в Сыне, и пришел, это Бог пришел через Иисуса Христа, дальше Он раскрывает и показывает, что идет сравнение, кто такие ангелы, это просто служители, а кто такой Христос? Это Сын Божий, да, и вот в первой главе подтверждает, что это действительно Сын Божий, вторая глава дает предупреждение о том, что нам нужно быть очень внимательными, но также ссылки идет на Ветхий Завет, что Бог еще усмотрел тогда человеку покорить будущую вселенную, но человек не был готов, и поэтому приходит Иисус, принимает человеческое тело, называет людей своими друзьями, братьями называет, и вместо них принимает наказание, и вместо них испытывает, вот эту смерть вкушает, для того, чтобы человека сделать свободными, чтобы вот эти обетования той будущей Вселенной, они исполнились на людях. Дальше мы читаем о том, разница между Иисусом и Моисеем, да, почитали Иудея Моисея, но Моисей, как служитель в доме Его, а Христос, как написано, Сын в доме Его. И дальше такое, как бы, предупреждение, что были очень осторожными, и очень много в Евреям предупреждений. Дальше говорится о том, что Иисус приносит настоящий покой людям, что вот это субботство, оно исполняется в Иисусе Христе, человек обретает вечный покой, душа его успокаивается, уже делать ничего не нужно, да, нужно только верить в Иисуса Христа. Дальше и раскрывается о том, что такой момент, что Иисус, Он не просто сам себя назвал первосвященником или священником, но Бог удостоил его чести. Он священник. Это была воля Божия. И Он не просто священник, Он священник по чину Мелхиседека, на то время очень знатного человека. И проводится разница между ветхозаветным служением и ветхозаветным священством. И новозаветным, и священством Христа показывается, как Христос приобретает это спасение, как Он становится священником, как Он, будучи во плоти, помните, да, сильным воплем и со слезами приносит молитвы и моления, могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. И вот поэтому Бог ставит его священником. Седьмая глава уже как бы полностью посвящена размышлением Мелхиседека. Дальше в шестой главе дается о том, чтобы мы не останавливали, чтобы мы продолжали духовный рост. И говорится о надежде, что та надежда, которую мы имеем, она как вот этот якорь, который входит сюда внутренне за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус. И нам только надо схватиться, держитесь Христа, другими словами. Потому что действительно то, что Христос это от Бога, это Сын Божий, это священник, и поэтому Бог Авраама не обманул. Бог даже клялся Авраама самим собою в двух непреложных вещах, которые невозможно Богу солгать. Это воля Божия и клятва Божия. И он поклялся, у него была воля, и он еще клянется Аврааму о тех благословениях. И поэтому Аврааму хватился, так же само и вы, что Иисус Христос тоже пришел с клятвой. Седьмая глава, она уже говорится о Мелхисидейка, как о царе, что Иисус по чину Мелхисидека. Восьмая глава говорит о том, что Иисус, он не просто как Моисей, Моисей был служитель с киней временной. Он видел ее на горе, он видел образ и сделал по подобию. А Христос служитель, какой истинной, ой, какой скини истинной, настоящей, той небесной. И поэтому сегодня люди, которые веруют во Христа, куда они идут? Они идут в небо. И для того, чтобы человек был способен пойти в небо, что делает Бог через Иисуса Христа? Он очищает его и пишет в сердцах. Говорит Господь, напишу законы мои, мысли их, помните, да, и в сердцах их, напишу их, и буду их Богом. Исполняется то ветхозаветнее пророчество о том Новом Завете, который Бог заключает через Иисуса Христа. Дальше, девятая глава. Сравнение того ветхозаветнего, то есть, кинем всего того, вот эти животные, которые не могут совершенным сделать совести человека. А что делает кровь Христа? И благодаря крови Христа происходит очищение в ветхом завете. То написано, то тем более кровь Христа что делает? Очистить нашу совесть для служения Богу живому и истинному. Ну, в 10 главе даются наставления о том, что жертва Христа, она делает человека способным и достойным быть в Царстве Божьем. Вот это как бы основная такая мысль. Но помните, 11 глава, 11 глава, это глава верия, что ветхозаветние люди совершали подвиги, причина, потому что они верили в Бога, несмотря на обстоятельства. И перечисляются различные люди. И все эти люди засвидетельствованы в вере. Они доверяли Богу, несмотря ни на что. Несмотря на то, что мир так живет, они продолжают, продолжают жить для Господа. Ну, 12 глава. Вот, вы помните, там наставления тоже продолжаются, говорится об Иисусе Христе, чтобы мы не ослабевали душами нашими, взирали на Христа, как начальника, который начал и который завершил веру. Так же самое и вы. Вы начали этот путь, идите до конца. Да, у вас будут испытания. Да, Господь будет над вами трудиться. Господь будет вас воспитывать. Слово наказание, это говорит, как воспитание. Будет Господь вас воспитывать для того, чтобы вам иметь, нам иметь участие в Его святости. Потому что дальше, вы помните, заканчивается, потому что мы идем в самое небо. Насколько нам нужно быть осторожными, внимательными, потому что вы приступили не к горе, горящей огнем, да, а к небесному Иерусалиму, тьмам, ангелам, вот туда нас ведет Иисус. Ну, и уже 13, поэтому там такое, что Бог нас есть огонь поедающий, надо быть очень-очень осторожными. И 13 глава, она наполнена различными наставлениями, как взаимоотношения к ближнему, вот, как не искать вот этого богатства, как поддерживать друг друга, как быть послушными наставникам, которых Бог дает. И вот это последнее мы с вами читали, Бог же мира, что Бог над вами будет трудиться. Но это, я понимаю, что оно трудно воспринимается, вот, но это действительно, как бы, в общем, мы смотрим, какая насыщенная, какое прекрасное послание, и насколько оно должно было производить, укреплять веру у людей, да, веру в Ветхий Завет, что Бог дал этот завет, этот завет от Господа, действительно, и вот это исполнение в Иисусе Христе Ветхого Завета. Иисус говорит, что Писание свидетельствует обо мне. Исследуйте Писание, а они говорят обо мне. Ну, слава Господу. Поэтому пусть Бог благословит. Я думаю, что в следующий раз мы продолжим, ну, может быть, уже возьмем другое послание, другое место. Вот, ну, слава Богу за Его Слово. Вот, Господь живой, Господь воскрес и ожидает нас на небесах. Но Он не самозванец. Бог за Него, Бог через Него говорил, Бог через Него говорит, Бог через Него сегодня спасает. Слава Господу. Да будет Иисусу Христу за всю славу. Аминь. Слава Господу. Слава Господу.